О-хо-хо! Ну, Гуртовой сегодня в ударе. Такой блокшот. Четвертый блокшот у Гуртового. Казалось бы, Байрамович уже забьет. Лебедев не попадает. Римас открывается, Леодель. Здесь завирали наши игроки. Ну, сейчас нужно результативно завершать атаку. Лещук хорошо открывается, Леодель снова тормозит атаку. А надо бросать уже. Четыре секунды остается. Три-два. Байрамович! Хороший проход. Справа демонстрирует уже третий раз Хеннер. Ну, тоже на грани блокшота действовал Гуртовой. Чарльз Госса. И пробежка. Пробежка была сто процентов. Госса улыбается, он не согласен с решением. Он раньше оторвал ногу, чем ударил мяч об пол. Кеннон Байрамович, герой пока. Третья четверть, дай, пожалуй, предыдущих двух. Хорошо проводит вот эти минуты Кеннон. Безусловно. Но Римас... Но Римас... Никак не может попасть наш снайпер. Бросал с удобного положения. Лебедев. Да, реактивный Лебедев. Опять подбор проигрывают наши игроки. Юрий Сунбрашко первый на мяче был. Хотя рядом стояло и Щук, и Байрамович. Но тут уже мапы нервничали. Не поняли друг друга, Лебедев и Госса. 41-46. Пять минут до конца третьей четверти. Славин Римас. И снова. Вот, пожалуйста. Начали получаться проходы. За счет индивидуальной встречи. Азалмаш сейчас сокращает отрыв до трех очков. 43-46. Ого. Гуртовой. Похоже на пол на потерях было. Да. Похозяйским локтями до Гуртовой. Но рядом с ним стоял главный арбитр. Арбитр Фиба Грабяковский. Он право знает, наверное, на уровне. Да, судец всегда прав, да? Это было все, что происходило в метре от него. Поэтому, ну, значит... Байрамович. Он будет разворачиваться, наверное. Лещук. Красиво все сделал Сергей. Вот только исполнение подвело. О, Элемин. Гуртовой нарушал правила. Заслужил аплодисменты. Твойникер Азалмаша. Дмитрий, думаю, фол получил все-таки Лебедев. Да. Раньше, наверное, он успел Гуртового это сделать. Да. Но Владимир шел подстраховывать. Лебедева. Смотрите, на подборе Азалмаш не стоят. Они уверены, что Элемин два из двух забьет. Да, в такие минуты сложные, Элемин, как правило, не подводит команду. И снова минус три. Озал Маша. Андрей Лебедев. Играет на Юрисову Мрашку. Гуртовой. Семь секунд на атаку, Маф. И снова не точная передача. Дело в том, что в эти минуты не было на площадке основного разыгрывающего игрока. А Лебедев не справляется с роли первого номера. И в итоге две потери не сделали. Вот сейчас, кстати, от ковыра меняет. А кто выпускает? Выпускает. И поменял он Чарльза Госсу. У него за у Маши есть неплохая возможность еще ближе подобраться к сопернику. А может даже и сравнять счет. Байрамович. Обманул он Госсу. Ой, простите, Джонсона, но снова не попал. На подборе Арас Козлаускас. Мяч у Буцкого. Обманное движение. Нет, чисто сыграл Олег Мин. А вот Малайдамин сыграл чисто. А сейчас Юрисов Мрашка в коробочку взяли Леоделеса. Безусловно, был. Черкасские баскетболисты. И совершенно заслуженно. Машка получает штрафную. Получил персональное замечание Юрисов Мрашка. Заменил Алимина Римас Мирский. Может быть устал лидера Зумаша? Может он хочет поддержать темп и выпустил Сашу Раевского. Для поддержания скорости. Римас, ну пора вспомнить о своем трехочковом. Была пробежка теперь у Раевского. Алиоделес просил Римаса. Чтобы тот отдал им и передачам. Защита, да. Раевского выпустил в Гирскес. Для своей фирменной защиты. Наши применяют, да, активную форму защиты. Заставляют игроков Черкасс ошибаться. Прошел Бутский проход. Ну надо на подборе. Опять в щит проигрывается. Трое. Наши четверо стояли. Мощный атлет, конечно, Джонсон. Леоделес один в один. Лебедева. А зачем он это делал? Лебедев передерживает мяч. Раевский спорный мяч или что ли нарушал правила? Нарушение правил. Пол Раевский. Да, Бутичев ничем себя не проявил за это время и отправляется отдыхать. Лещук возвращается. Вышел немножко неудачно Андрей. А то, что Леоделес перешел на индивидуальную игру, конечно же, это заметил и тренер. Ну, конечно, посадил на скамейку отдохнуть. И выпустил более командного игрока Халида Элимина, но который тоже обладает хорошей техникой. Там просто какой-то кошмар сегодня с подборами. Да, Римосгирский снервничает еще бы. Лебедев. И, пожалуйста, еще блокшот. Он сам же подобрал и забросил. Маленький Лебедев забивает два очка. 52-45. И уже нервничает Элимин. Ну, хоть правила нарушили черкасские баскетболисты. Четвертый командный пол у гостей. Какое-то коллективное совещание у Зумаша и у черкасских МАП. Капитан у нас возвращается на площадку. Халид Элимин. Отличная передача, но Раевскому тяжело было бросать из этой позиции. 8 секунд на атаку остается Элимин. Нет, наши на подборе. Элимин успевает. А вот, Александр Раевский чуть-чуть. Ну, скутельник. Блокшот Джонсона. А Юрий Супрашко не точная передача. Аплодисменты зрителей. Дело в том, что до команды делали ошибки. Ну, непростительные. Ну, можно было бросать Раевскому. На второй секунде только овладели мячом. Не нужно было. Но, может быть, Александр подумал, что остается 2 секунды. В защите МАПу играют сегодня отлично. Как это... Не странно, Байрамович. Но вот нервничать не нужно. Не нужно заводить себя и партнеров. Да, он требует... Байрамович требует передачи от Раевского. Но Саша решил сам завершать атаки. Артур Джонсон. Второе персональное замечание. Снова не согласен. Ну, так может он и выпросить у арбитров. Слишком часто обращается к ним американец. Байрамович. А вот это вы, баскетболисты, с нервами все в порядке. Да, сглазил, наверное, я Байрамовича. 46-52 минута, 20 секунд до конца третьей четверти. Леверик. 5 секунд на атаку. Даже такие мячи залетают. Невероятный мяч. Просто выбросил мяч, Андрей, и мяч.